Мы продолжаем изучение главы недельного раздела Торы о Ишлах. В самом начале встреча Яакова со своим братом Исавом. Яаков понимает, что встреча эта может окончиться очень печально, Исав, быть может, не забыл все те обиды, которые он ему нанёс, поэтому, готовясь к встрече с братом, когда-то наши мудрецы, изучая текст, Яаков приготовился к трем вещам – действовать по тропу направлениям. Он пытается задобрить сердце брата богатыми подарками, он направляет Богу молитву и готов, если не поможет ни то, ни другое, готов и к военным действиям тоже, готов драться. На прошлом уроке мы говорили о том, что произошло ночью перед встречей с Исавом. И встал он в ту ночь и взял двух своих жёны, двух своих рабынь и одиннадцать своих детей и перешёл через Ябок вброд. И взял их, и перевёл через поток, и перевёл всё, что у него, и остался Яаков один. И боролся с ним некто до восхода зари, и увидел, что не одолевает его, и коснулся сустава его бедра, и вывихнулся бедрный сустав Якова, когда он боролся с ним. Подробно мы объясняли значение этой странной борьбы, когда с Яковом борется некто, кто даже не называет ни своего имени, ни своего происхождения, кто этот некто, как объясняют наши мудрецы. Речь идёт об ангеле покровителя Исава, с которым Яков сталкивается перед тем, как он встретит реального конкретного Исава в плоти и крови на завтра, на утром. И так не получается у ангела победить Якова. Только что увидел он, что он не одолевает его, и коснулся сустава его бедра, и вывихнулся бедрный сустав Якова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Но он сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Вот после этой борьбы говорит Тора, это 32 глава, 31 пасук, и нарёк Яков тому месту имя Пенниэль, ибо я видел ангела лицом к лицу и спасся. Пенниэль, составное слово, пней лифней, то, что лицо, поверхность, наружность, то есть, когда говорят панимель панимель, это означает лицом к лицу, то же самое и здесь, то, что я столкнулся с ангелом и боролся с ним, и при всём при этом ещё остался жив за спасение. И взошло ему солнце, когда он проходил Пенниэль, а он хромал на бедро. Странное выражение, что значит «взошло ему солнце». Солнце вообще-то не всходит кому-то лично, солнце всходит, потому что оно восходит над землёй, если говорить о земле, так и на земле много людей. Что это за выражение такое «взошло ему солнце»? Раши даёт два объяснения. Первое – пшат, т.е. иносказательно. Говорит Раши, вот так принято говорить у людей, это выражение, принятое обычное выражение. Раши приводит пример, как люди говорят, например, когда мы достигли такого-то места, то нам взошла заря, нам взошла. Вот так принято говорить. Т.е. человек, который так говорит, он имеет в виду только что рассвет застал его в таком-то месте. Это прямой смысл. Ну, а Агада, Агада, который требует понимать буквально, и взошло для него, имеется в виду для него лично, для его нужд, для его потребностей Якова, чтобы исцелить его от хромоты. Т.е. если из боя с ангелом он вышел хромающим, что символически означает, что в дальнейшем в своей борьбе с Исавом и с народами, которые произойдут от него Яков утеряет способность твёрдой поступи по земле. Мощь и сила окажутся всегда не на его стороне, но вместе с тем солнце, которое восходит, его исцеляет. Говорит, Раши, и здесь замыкается круг, а именно на сколько часов солнца до срока зашло для него, когда он покинул Бейр-Шеву, когда солнце зашло рано для того, чтобы остановить Якова у горы Мурия и заставить его ночевать там, то теперь всё сходится, потому что теперь оно взошло для него раньше срока. И взглянул Яков и увидел, вот подходит Исав, и с ним 400 человек. Ну вот и теперь встреча с конкретным Исавом. Прежде всего обращает на себя внимание одна деталь, то, что манёвр военный, который предпринял Яков, он не удался. Он хотел перейти ночью незаметно на другой берег реки для того, чтобы была водная преграда между ним и Исавом, но получилось всё наоборот, Исав как раз пришёл именно с той стороны, с которой Яков его не ожидал, и теперь между ними ничего не разделяет. И с ним 400 человек, он не пришёл к ним один, он не пришёл к нему с несколькими сопровождающими его лицами, это означает, что и все те подарки, которые Яков посылал, пока что не задобрили его, он пока что он идёт явно с агрессивными намерениями. Итак, подарки не помогли, военные ухищрения не помогли, молитва. Помогла ли молитва? Яков делает последние приготовления. И разделил детей между Леей и Рахелию и двумя рабынями и поставил рабынь и их детей первыми. А Лею и её детей за ними. По принципу, то, что называется Ахарон-Ахарон-Хавив, наиболее близкие идут последними. А Рахель и Йосефы последние. А сам прошёл перед ними и поклонился до земли семь раз, пока подходил к своему брату. Мы видим, что Яков старается максимально унизить себя для того, чтобы подавить какое бы то ни было подозрение у Исава, что он считает себя равным ему, наоборот, он просто стелется по земле. И побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и бросился на шею его и целовал. И они плакали. И поднял глаза свои и увидел жёны детей, и сказал, кто эти тебе? А тот сказал, дети, которых Бог даровал твоему рабу. Так что же получилось? Ну, вот и хэппи-энд. Вместо того, чтобы обнажить меч, Исав бросается своему брату на шею, целуется и оба плачут. После долгих-долгих лет разлуки. Но почему это произошло? В чём дело? Казалось бы, до последнего, до последнего момента Исав явно шёл совершенно другими намерениями. Прежде всего, обратимся к Раше. Пишет Раше так. «И обнял его, он был тронут, видя, как Яков отвешивает все эти поклоны». То есть, если подарки ещё не задобрили его окончательно, но теперь уже после всех этих поклонов, семикратных поклонов до земли, здесь вот сердце Исава стало таять. И поцеловал его. Говорит, Раше, обратим внимание на то, что в оригинале над этим текстом есть надстрочные знаки, которые говорят, что не всё чисто в этом тексте, и следует подумать, как его понимать. Что они означают? В связи с чем имеются различные мнения в сифре. То есть, однозначного, единого объяснения этих надстрочных знаков нет. Есть спор, потому что ясно, что они на что-то намекают, но вопрос на что. Одни, продолжает Раше, толкуют наличие надстрочных знаков, как указание на то, что он поцеловал не от всего сердца. То есть, поцелуй был двуличный. Иными словами, если сторонний наблюдатель, который увидел бы эту картину, как два пожилых человека, два брата встретились, чтобы он видел, брат бросается на шею своему брату. Очевидно, соскучились, долго не виделись, радуется тому, что встретил его. Замечательно. Он видит поцелуй, но надстрочные знаки говорят, что само это слово, которое очень близко по своему написанию, по орфографии к другому слову, а именно укусить, означает вот что, что в сердце он хотел бы его сейчас укусить, просто он вот укусил бы, только что внешне он этого не проявляет. Итак, есть здесь разрыв между тем, что Исаав чувствует, между его истинным отношением брата и между тем, как он себя ведёт. Это первое объяснение. Продолжай дальше, Раши. «Арабишимон барюхай говорит, общеизвестная истина, что Исаав ненавидит Яков». В оригинале это звучит ещё более резко. «Аллахай биядуа ше Исаав сонэ» – это Яков. «Аллаха», то есть вещь, которая не только общеизвестная, она как «аллаха», «аллаха» означает закон, закон природы. Какие законы природы, которые неизменны? Закон гравитации, который всегда, насколько мы понимаем, каждое тело, оказавшись в гравитационном поле, будет падать вниз. Вот точно так же Исаав неизменно, и сейчас он не изменился, он точно так же ненавидит Якова, как он ненавидел и раньше. Это действительно тот же самый неизменный Исаав. А что же тогда произошло? А почему же тогда он бросился на шею к своему брату и расцеловал его? Однако в тот момент в нём пробудилось милосердие, и он поцеловал Якова от всего сердца. То есть, может быть, на следующий день или через неделю он проклинал себя, и он ненавидел себя за ту слабость, за то, что он разнинулся, за то, что он размяк тогда. Но в тот момент он действительно размяк, т.е. не было вот этого разделения между внутренней и внешней стороной. То, что он бросился на шею к своему брату, это действительно выражало его в тот момент ощущение и внутреннее, не только внешнее. Что это значит? Скорее всего, если мы правильно понимаем мнение Рапшины Барюха, что здесь работала молитва, т.е. произошло на самом деле чудо. Скорее всего, чудо. А может быть, и нет. А может быть, это и не чудо. Может быть, тому странному поведению Исава есть и рациональное объяснение. Посмотрим, что делает Исав сразу после того, как он расцеловал своего брата и поднял глаза свои и увидел жён и детей и сказал, кто эти тебе? Довольно странный вопрос. Кто эти тебе? Что непонятно? Я думаю, любой человек, маломальски соображающий, понял бы, что если вокруг его брата Якова стоят женщины и дети, то это, наверное, его жён и его дети. Что за вопрос? Кто эти тебе? Но на самом деле вот этот вопрос, пусть он выглядит таким вот странным, непонятным, именно в нём, очевидно, и содержится ключ к пониманию всего отрывка. Исав и Яков каждый из них шёл навстречу друг другу совершенно с разных позиций. Яков, занятый своим семейством, устроением своих дел, он возвращается после долгих лет труда и очень тяжёлого труда, он сумел построить своё гнездо, у него есть жёны, у него есть дети, у него есть имущество, он возвращается домой к отцу, занят постоянными заботами о своей семье. Исав идёт ему навстречу, с полным, бодро шагает ему навстречу той самой твёрдой поступью, которая Яков не отличается, а Исав таки шагает твёрдой поступью, сжимая меч, и с ним ещё 400 головорезов – довольно серьёзная военная сила. Вот этот самый человек, при всём своём осознании этой своей силы, вдруг, непонятно почему, бросается навстречу своему брату, бросается ему на шею, целует его и потом задаётся этот странный вопрос – кто идти к тебе? здесь на самом деле то, что произошло, когда Исав увидел семью Якова, так как она выглядит, его жён, его сыновей. А ведь понятно, что когда человек входит в дом по-настоящему благополучный, то даже без того, чтобы он заговорил, без того, чтобы он стал выяснять, как живут люди в этом доме, он это чувствует, атмосфера она такая. И наоборот, когда человек заходит в дом, где царят склоки, где нет мирных отношений, где люди не любят друг друга, это тоже ощущается. Человек вошёл туда, в этот дом, он уже себя чувствует некомфортно, не исключено, даже если сумеет объяснить, почему, но он это ощущает. Исав почувствовал здесь жуткую зависть. Почему у него это нет? Его вопрос – кто эти тебе? Иными словами, кто эти тебе? Почему? Что это жёны и дети? Понятно. Очевидно, что он понял, что это жёны Якова и дети. Почему они у тебя? Почему у тебя они есть, а у меня этого? Нет. Что было у Исава? Какова у него была семья? Он был женат? Да, у него даже было несколько жён. А какая атмосфера, какая обстановка царила в семье, это мы тоже знаем по прошедшей главе. Там выясняется, что свой парадный, свой субботний костюм Исав хранил не у себя дома, а у своей мамы. Почему? Говорит, Раши, он хорошо знал, с кем имеет дело, имеет в виду своих жёны. На всякий случай, ценные вещи храним у мамы. Больше, собственно говоря, ничего не нужно. Больше деталей Тора не рассказывает, но этой одной детали понятно, достаточно, чтобы понять, какая атмосфера была в доме. И Исаву это совершенно неясно, непонятно. Он-то читал как? Он считал, что Яков, он человек немножко не от мира сегодня, который занят духовной жизнью. Йошеву Алим, сидящий в шатрах, он оторванный от этого мира. Может быть, в области духовной он превосходит его, конечно. Но во всём, что касается этого мира, здесь преимущество Исава. Поэтому он понимал, что по идее семья удачная, удачный брак, хорошие жёны, дети – это всё должно быть его, а у него этого нет. У него в семье всё наоборот, а у Якова этого нет. Почему? Он этого не может понять. Это его и доконало. Почему эти… кто эти тебе? Почему у тебя это есть? У меня этого нет. Доконало это его вот почему. Исав хорошо понимал то, что, к сожалению, многие люди сегодня не понимают, а именно, что человек, который не сумел построить хорошую семью, это не просто некоторый минус в его жизни, это тотальное поражение. То есть, такой человек, он человек, несостоявшийся как человек. И ничто ему не поможет. Даже если он во всех остальных вопросах, он самый-самый удачный. Не только такой удачный, как Исав, но ещё были удачные. Пусть он будет… пусть он сделает великолепную карьеру, пусть он продвигается по ступеням служебной лестнице, пусть он будет великим учёным, который открыл 10 открытий и получил 3 Нобелевских премии, пусть он будет самым великолепным в области искусства, не знаю, где, пусть он будет потрясающим бизнесменом, который зарабатывает миллион долларов в год или даже в месяц. Чего это не поможет? Ни деньги, ни карьера, ни признание, ни удача, ни искусство. Если человек, приходя домой, ощущает, что, как говорит Мишна в сути, враги человека, домашние его, если у него нет своего дома, в котором он может развиваться как человек, то он в целом, как человек, не состоялся. Он в целом потерпел поражение. Поражение, которому не помогут никакие его успехи, потому что все остальные успехи, в этом-то штука, все остальные успехи, они успехи внешние. Человек остаётся сам, а успехи его… он отдельный успех, и ничего как… понятно, что ничего с собой он в могилу не возьмёт. И Саф ещё не думает про могилу, ему ещё немножко рано, в нём жизни ещё на все 60 лет. Дело не в этом. Но ощущение, правильное ощущение того, что, в общем-то, он свою жизнь, он своей жизни настоящего-то успеха не добился, он не состоялся. И всё, что у него есть, всё это не стоит ему выеденного яйца, когда нет у него собственного настоящего дома, в котором он чувствовал при себя, как человек, которого любит и который сам может любить других. Это он увидел у Якова. И это его сломало, потому что уж чего-чего, а вот этого от Якова он не ожидал. Он думал, что такой оторванный от этого мира человек, наоборот, у него ничего подобного быть не может. А оказалось, всё наоборот. Павшимшин Рифаэль Ирш, объясняя этот отрывок, писал так. Благословение ангела и поцелуи Исава символически предвещают победу нравственности над силой. То есть до сих пор, не знаю, сила на стороне Исава, моральное преимущество, нравственное на стороне Якова, ну и мы видим, что Исав бросает свой меч и кидается на шею своему брату, целует его. В конечном итоге, так верил Равир, человечество оценит, протянет руку Израилю после всех тех сотен лет, когда европейские и другие народы угнетали евреев, старались уничтожить их. В конечном итоге они протянут им руку и оценят и примут его идеалы. Приблизительно так писал Равир. Так он видел будущее. Михаил Лейбович в своей книге о недельных разделах Торо, который язвительно замечает по поводу этого видения, что, ну, конечно, так видел будущее в середине XIX века. Конечно, это связано с таким наивной верой в прогресс человечества, которая была в XIX веке. Да, конечно. Она в какой-то степени права. Равир не видел XX века, он не видел, как его соотечественники просвещенные немецкие офицеры и гражданские специалисты построили газовые камеры для сыновей Якова. Он не видел, как Исаф занялся систематическим уничтожением евреев. Все это он не видел. Ну, а что бы он сказал, если бы он это увидел? Отказался бы от того, что он написал в середине XIX века? Взял бы свои слова о том, что поцелуй Исафа предвещает в конечном итоге победу нравственности над силой и то, что рано или поздно народы мира протянут руку Израиля. Может быть, да, а может быть и нет. Не уверены, что нет. Не исключено, что даже увидев все эти ужасы и увидев, на что способны сыновья Исафа, Равир продолжал бы верить в то, что в конечном итоге, в эпоху избавления, в эпоху Машеха, которая обещана нами пророками, сбудется то, что сказано здесь. В конечном итоге народы мира действительно протянут руку Якова, конечно, не раньше, чем пройдет Машеев. С этим, безусловно, нужно согласиться. Кстати, интересно, что Анациев, говоря об этом отрывке, подмечает здесь то, что обычно другие не подмечают. Все, и мы здесь уже где-то около 20 минут занимаемся вот этим вопросом, как так случилось, что Исаф вместо того, чтобы наброситься на брата с кулаками, кинулся ему на шею с поцелуями. А говорит Анациев, посмотрите внимательно, что написано. Написано, и плакали они оба. Мы всегда так воспринимаем Якова, что он смотрит на Исафа с ужасом, с ощущением омерзения. Брат, конечно, но при всем при том. Он нечестивец Исафа Раша, преступник, нечестивец Исаф. Он вместе с тем, он плачет здесь. Почему он плачет? Открыто на циф. Это учит нас, что и в Якове пробудилась на миг любовь к Исафу. И так будет в будущем. Он снова заглядывает в будущее точно так же, как Равирш. Равирш заглядывает в будущее со стороны Исафа, прежде всего, что рано или поздно народы мира протянут руку народу Израиля. Когда в потомках Исафа пробуждается чистое желание признать сынов Израиля и их достоинств чистое, тогда и в нас пробуждается потребность признать Исафа братом, какой-никакой, какой-никакой не есть. Но брат ведь. Брат. Пойдем дальше. И подошли рабыни. Они их дети и поклонились. Подошла Лея, и ее дети и поклонились. Потом подошел Иосеф и Рахель, и поклонились. Раши обращает внимание на то, что здесь нарушается порядок. Что касается всех остальных, то сначала подходили матери, а только потом уже дети. А вот что же до Рахели, то наоборот, как там сказано, подошли Иосеф и Рахель. То есть, сначала Иосеф, а только потом Рахель. Почему это изменилось? И вообще, как действительно, не совсем прилично детям идти впереди матери. Объясняет Раши, Иосеф подумал, моя мать прекрасно видом. И как бы тот нечестивец не приметил ее, и поэтому я лучше стану перед нею и постараюсь заслонить ее. И тем самым помешаю ему рассмотреть ее. И сказал, что это за отряд, который я встретил? Это вопрос Исава. Что это за отряд? Или, может быть, точнее, уж буквально, если приводить то, что сказано Махане, что это за стан, который я встретил? Отряд. Что он встретил? Скорее всего, все, что он мог встретить, это тех самых людей, которых Яков посылал к нему с подарками. Но эти люди, они не стан и не отряд, это посыльные вместе со стадами, со стадами скота, которые он послал. Почему тогда пользуется таким странным словом стан или отряд? Раши, и здесь он дает два объяснения. Одно – пшат, другое – драш. Пшат, и не следует понимать это слово отряд буквально, имеется в виду иными словами, то, что он спрашивает, согласно прямому смыслу стиха, это относится к посланным дарам, т.е. те самые подарки, скот, которые он послал. И тогда он спрашивает, тогда в чём смысл вопроса Исава? Что это за отряд? Т.е. зачем это тебе? Для чего ты это посылал? Как это понимать, все эти подарки? Что ты этим хочешь сказать? Амидраш, который требует буквального понимания текста, что здесь был какой-то отряд, который он встретил. Амидраш гласил, он встретил целые отряды ангелов, которые теснили его людей и спрашивали, вы чьи? А те отвечали, и Исава. И тогда ангелы говорили, ну, если так бейте их. Избиваемые люди Исава говорили тогда, не трогайте, он не просто Исава, Исава, он же сын Ицхака, но на это не обращали никакого внимания, продолжали их бить. Он внук Авраама, и на это не обращали внимания. Он брат Якова. А тогда ангелы сказали, а, если так, тогда это наши, да, отпустите их, пускай проходят. Итак, что за отряд? И сказал, что это за отряд, который я встретил? И сказал Яков, это чтобы найти милость в глазах моего господина. То, что я тебе послал, бубшат, то, что я тебе послал, это исключительно подарок, что он выражает, хочешь спросить, мое желание найти милость в твоих глазах. И сказал Исав, есть у меня много, брат мой, пусть твое останется тебе. Но Яков сказал, нет, я прошу тебя, если я только нашел милость в твоих глазах, прими мое приношение, ибо я увидел лицо твое, как увидел лицо ангела, и ты был благосклонен ко мне. Раши обращает внимание здесь на две детали. Первое. Слова Исава, пусть твое останется тебе. Пшат, простой, имеется в виду, что тот самый скот, который ты мне подарил, не надо, пусть остается у тебя. Но вместе с тем, снова это сказано словами, очень неконкретными. Поэтому, говорит Раши, здесь слышится еще дополнительное. Пусть твое останется с тобой. Здесь Исав признал за Яковом право первородства и право на благословение. Пусть твое, то, что есть у тебя, я к тебе претензий не имею. Пусть твое останется с тобой. Ну, а для чего, рассказывает Яков, для чего он говорит вот эту фразу, что я видел, и как ее вообще понять, что я видел твое лицо, как лицо ангела. И здесь тоже есть Пшат и Драш. Говорит Раши. «Ибо достойно тебя и подобает тебе принять мой дар, потому что я видел твое лицо, а для меня это важно, как видеть лицо ангела». Первое простое значение. Он хочет подчеркнуть, насколько ты для меня важен, что для меня увидеть твое лицо, счастье, которое я имею от возможности увидеть твое лицо, это все равно как посмотреть на лицо ангела. Вот как я это высоко ценю. В знак того, что я это настолько сильно ценю, я и приношу тебе вот эти дары. То есть эти дары – это знак моего уважения к тебе. Ну, а также потому, что ты еще соблаговолил простить мне мое погрешение. Ведь он говорит там еще одно слово. Как там? «Ибо я увидел твое лицо, как видел лицо ангела, и ты был благосклонен ко мне». Что это означает? «И ты был благосклонен ко мне» имеется в виду, что ты же прощаешь мне мои прикрешения, то, что я некрасиво себя по отношению к тебе вел. Правда ведь? Прощаешь. Это пшат. Драж, говорит Раши. Драж. Здесь Яков намекает Исаву, что всего лишь несколько часов назад, предыдущей ночью, ему пришлось столкнуться с ангелом-покровителем Исава, который пытался его повалить, пытался его победить, и у него ничего не получилось. Для чего он это ему рассказывает? Для того, чтобы дать ему совершенно непроизначный намек, что если у тебя возникнет когда-нибудь такая мысль побороться со мной и помериться со мной силой, так неумное это будет решение, потому что даже ангел не смог меня победить, а уж тем более ты при всем моем уважении к тебе и к твоей силе и ко всем, но мы совершенно в разных весовых категориях, если даже ангелы меня победить не могут. Это намек, который идет в Драж. Заканчивается этот отрывок такими фразами. Пожалуйста, говорит Яков в конце, пожалуйста, возьми мое благословение, которое пришло к тебе, ибо пожаловал у меня Бог, ведь у меня все есть. И он очень настаивал, и тот взял. Что-нибудь возьми мое благословение. Спор вроде идет о подарке, который Яков. Яков настаивает на том, чтобы Исав принял его подарки, тот скот, который ему послал. Исав отказывается. И Яков снова упрашивает. В конечном итоге получается Исав его принимает. Почему это называется здесь благословение? Ну, что такое благословение? И снова обратимся к Раши. Мое благословение имеется в виду мой дар, мое приношение. Почему тогда дар? Почему не сказать просто по-человечески? Прими мой подарок. Почему только такими странными словами мое благословение? Такой дар, приносимый при встрече с человеком, с которым давно не виделись, есть не что иное, как приветствие. То есть есть дары, есть дары. Есть подарок, который приносит на день рождения. Есть подарок, который приносит благодарность за то, что человек что-то сделал. Есть миллион причин, по которым приносят подарки. Это особый подарок. Это подарок, который как приветствие, который приносит на встрече с человеком, с которым очень-очень-очень хотят встретиться. Вот это и называется браха. Смысл его – приветствие. Раши переводят это как салют. После того, как мы прочитали здесь очень много комментариев Раши, имеет смысл остановиться и их проанализировать. С самого начала главы человека, который читает комментарии Раши, от начала главы до этого места, его не покидает ощущение, что как будто бы речь идет о двух разных событиях. А именно, с одной стороны, мы видим, что, по крайней мере, по тексту, да и пшат таков, что Яков старается унизить себя, просто стелиться по земле. Он подчеркивает раз за разом, с самого начала. Начинает он с того, что посылает Исааву сказать «Им лаван гарци, я проживал у лавана». То есть, я был, как объясняет там Раши, я был у него приживальщиком, жил на птичьих правах, не сделался я важным человеком, а вместе с тем Драш. А Драш гарци, как тарьяк, 613 заповедей я соблюдал, то есть, у меня все в порядке. И, как некоторые объясняют, имеется в виду, что поскольку я соблюдал все 613 заповедей, то ты ничего не сможешь мне сделать, потому что все благословения, которые мне были даны отцом, они были даны правду в слове, того, что если я не буду соблюдать эти заповеди, то благословения от меня уйдут, и тогда ты окажешься сильнее. Но поскольку я пока что все соблюдал, то пока у меня все в порядке, я тебя не боюсь поэтому. Дальше он подчеркивает, были у меня овцы, были у меня быки и бараны. Раша объясняет там, что имеется в виду. Отец мне обещал в благословениях его, что у меня будет от тучности земли, от жирности земли, а у меня я со скотом умею делать вот вид, что благословения отца не исполнились, поэтому нет смысла тебя ненавидеть меня. А Драш, Драш совсем другой, Ваиль Шор Вахамор тоже говорит, у меня был Шор. Шор – это бык, это намек на Йосефа, который потом будет назван Шор. Почему именно на Йосефа? Потому что он – главная сила, которая в дальнейшем будет противостоять Исаву. Снова имеется в виду, я тебя не боюсь, у меня есть большая сила. И дальше мы видим, как семь раз он кланяется до земли Яков, и как он постоянно подчеркивает, что все это я делал для того, чтобы найти милость в твоих глазах, и только и я раб твой, и ты господин мой, и это повторяется несколько раз, и даже своим слугом он подчеркивает, так скажите господину моему Исаву, так сказал раб твой Яков, я раб, ты господин, я раб, ты господин, ты старший брат, я младший брат. Вместе с тем, вместе с тем, и в продолжении, я дарю тебе, что это за отряд, спрашивает Исав, который я встретил, а это для того, чтобы найти милость в твоих глазах, это только подарки тебе, а драж при этом, а драж при этом не такой, а это, речь там шла про отряды ангелов, с которыми Исав столкнулся, те, которые довольно сильно его побили, и то отпустили только в тот момент, когда он признался, что когда он назвал себя братом Якова, и дальше, когда Яков говорит, что я смотрю на твое лицо, ну просто, ну вот как на лицо ангела, с одной стороны, тшат, это опять же возвеличение Исава, ты для меня такой великий, для меня такое счастье, только увидеть тебя, это просто как на ангела посмотреть, а драж, а драж совсем другой, а драж, я вот вчера немножко поборолся с ангелом, но он меня не положил, поэтому так это для информации, для размышлений, иными словами, не думай, что ты когда-нибудь можешь меня победить, если уже ангелы меня не победили, как всё это понять, что происходит, почему, почему вроде Пшат, Пшат понятен, ясен, Яков боится Исава, понимает, что он может причинить ему зло, поэтому старается сделать всё, чтобы его задолбить, всё, чтобы только тот его оставил в покое, чтобы он его не тронул, но почему-то все объяснения в драж, они дают совершенно другую картину, совершенно противоположную, как это всё понимают. На самом деле Пшат и драж не противоречат друг другу, это не две разные картины, это не то, что приходят мудрецы, и то, что написано в тексте, выворачивает наизнанку и представляет нам совсем другое. В тексте вроде мы видим дрожащего от страха Якова, который только думает о том, как бы ему задобрить Исава, а драж всё выворачивает наизнанку, и перед нами уверенный абсолютно в своей силе Яков, который посмеивается и потрунивает над Исавом, запугивает его и так далее. Несколько раз мы уже подчёркивали, что вот в подобного рода отрывках Пшат и драж не дополняют друг друга, а именно Пшат, объяснение Пшат – это так, как увидел бы эти события сторонний наблюдатель, слова, которые люди говорят, и поступки, которые они делают. Драж – это внутренний мир человека, то, что происходит в его внутреннем мире, его мысли, его чувства, предчувствия, ассоциации глубже, глубже, глубже. И если так, получается, вот какая картина. На самом деле Яков, и это драж постоянно, это подчёркивает драж, и это каждый раз тяжёл, на самом деле Яков не боится Исава. Он уверен в том, что, первое, благословения отца, они сбылись, и всё, что тот ему пообещал, есть. То, что Всевышний пообещал его хранить, оно тоже с ним и никуда не уходит. Почему же тогда он старается вести себя таким образом, почему он так подчёркнуто стелится по земле, почему он каждый раз подчёркивает, что он раб, а Исав он господин, потому что он верит и понимает, что с Исавом именно так надо себя вести. То есть, унижаться перед Исавом не потому, что ты его боишься, не потому, что у тебя мурашки по телу бегут каждый раз, когда Исав проходит мимо тебя. Нет, не поэтому, даже если ты его не боишься, даже если ты знаешь, что победа будет на твоей стороне, даже если ты знаешь, что ты сильнее его, и неважно, по какой причине, всё равно правило поведения с Исавом – пригнись. Унизиться лучше, чем воевать. Не воевать, не входи с ним в конфликт. Именно это Ис Яаков и делает очень последовательно. И все его послания, и подчёркиваю, что совсем все благословения отца не сбылись, и я не стал важным человеком, я был приживал у тестя Улавана, и ничего у меня нет, и ты для меня господин, а я для тебя раб. Всё это так, всё это совершенно верно. Но внутри он знает, что на самом деле победа-то будет у него, только ему нужно поставить здесь точки над «и». Кстати, об Исаве мы видим то же самое, уже подчёркивали сегодня. Исава бросается навстречу Яакову, целует его, и самый первый комментарий, не Рапширин Барюха, а первый, который дальше приводит, что его поцелуй не был от всего сердца. То есть, снова. Пшат, что написано в пасуке, что он его поцеловал. Да, человек, который посмотрел бы на это со стороны, увидел, увидел бы поцелуй. Но что в этот момент было в душе у Исава? Укусил бы. Только по какой-то причине не смог это сделать. Не получилось. Не вышло мне. Но укусил бы. Затем между ними идёт, заходит разговор и разговор о подарках. В чём здесь штука? И почему Тора так подробно описывает вот эти переговоры про подарки? Раши здесь показывает нам, в чём дело. Есть разные виды подарков. Может быть, подарок, который господин, когда он жалует своего раба и от милости своей даёт ему какой-то подарок. Возьми. Это с царского стола, с царского плеча, есть совершенно другого рода подарок. А именно, подарок, который приносит человек, когда ему даётся возможность лицезреть какую-то очень важную особу. И это то, что Гуташа называется браха, приветствие. Подарок, приветственный, который на самом деле… Есть известное такое место в Талмуде, в трактатике души. Там речь идёт о законах бракосочетания, каким образом жена становится посвящённой своему мужу. Аллаха основная говорит следующую вещь. Для того, чтобы изменился статус женщины, чтобы она из свободной и разрешённой всем женщины стала бы замужней женой, которая разрешена только своему мужу и запрещена всем остальным, должно произойти следующее. Муж должен дать ей какую-то минимальную денежную стоимость и сказать, что это не просто он ей даёт денежку, а вот этим, тем, что ты сейчас принимаешь, ты становишься посвящённой мне и становишься моей женою. И если женщина принимает, даже если ничего не говорит, но просто молчание – знак согласия, принимает это с тем объяснением, которое даёт мужчина, то тем самым она выражает своё согласие стать его женой, и брак состоялся. Она отныне мужняя жена. Это основная Аллаха. Говорит Талмуд. А что будет, если, скажем, в духе времени феминизма жена, женщина даст кольцо своему жениху и скажет, вот ты этим самым будешь посвящён мне, или он, предположим, скажет, ну, она ему даст, то ничего не произошло, ничего не вышло. Аллаха, киньян, который должен произойти, изменение её статуса, состоит именно в том, чтобы он дал ей эту денежную ценность. Но всё же есть исключение, говорит Талмуд. Если перед нами очень важный человек, и женщина даёт ему кольцо или какой-то другой подарок, и он, получив это, говорит, этим ты посвящаешься мне, в жёны, тогда она действительно становится его женой. Почему? Она же ему дала, а не он ей дал. Нет, говорит Талмуд. Когда это очень важный человек, и он принимает наш подарок, то тем самым не мы ему даём, а он нам даёт. Это на самом деле его подарок нам. Это милость с его стороны посмотреть в нашу сторону и принять вообще наш скромный подарок. Яаков пытается убедить ей Сара, по крайней мере, на словах, поначалу мы это видим, что вот это именно то, что он послал. Это тот самый дар, браха, приветствие, которое посылают не для того, чтобы побеспокоиться о материальном благосостоянии того, кому дают этот подарок. Безусловно, нет. А это только выражение приветствия, и для него, для Яакова дать такой подарок, всё равно, чтобы получить подарок от Исафа. Посмотрим, как это выражается в словах. «И сказал Яков, чтобы найти милость в глазах моего господина. И сказал Исаф, есть у меня много, брат мой, пусть твоё останется тебе». Вот здесь не очень понятно. Если я прихожу к какой-то важной особе, царственной особе, даю подарок, то могу ли я ожидать, что тот самый царь скажет, не надо, у меня всего хватает, я на государственном обеспечении, у меня всё есть, полный пенсион. Разве я даю царю подарок для того, чтобы обеспечить ему, чтобы у него было что есть на обед? Конечно, нет. Это моё выражение восхищения, это моё выражение преклонения, перед ним – странный ответ. На самом деле не странный. Почему? Потому что Исаф заподозрил сделать другое. Исаф заподозрил, что это подарок, который Яков даёт ему с совершенно другой целью, а именно для того, чтобы выразить как раз прямо обратно, а именно, что благословения исполнились, что он главный, он богатый и он от милости своей старшему братцу Исафу от милости посылает ему кусочек мяса. Этого он боится. Потом говорит, нет, нет, не надо, у меня, что ты по мне заботился, у меня всё есть. Он говорит, у него всё есть, у меня, точнее, у меня есть много. Есть у меня много, брат мой, и пусть твоё останется тебе, заботися о себе, я богатый, у меня много есть. Но Яков сказал, нет, я прошу тебя, если я нашёл милость в твоих глазах, прими моё приношение, ибо я увидел лицо твоё, как увидел лицо ангела, и ты был благословен ко мне. Пожалуйста, возьми моё благословение. Это благословение, ты не бойся, я понял, чего ты боишься. Нет, наоборот, это браха, благословение, то есть это дар моего приветствия тебе, которое пришло к тебе, ибо пожаловал меня Бог, ведь у меня всё есть. Раши обращают внимание на то, как по-разному братья говорят здесь. Эйсав говорит с гордостью, у меня есть много. Яков говорит, у меня всё есть, много, немало, но мне хватает всё, что мне необходимо, может быть, немножко, но у меня всё есть. Это опять непонятно. Это всё замечательно, что у него всё есть, но каким образом это аргумент для того, чтобы уговорить высшую особу во всём её свете и великолепии, чтобы уговорить её принять подарок. Опять же, если приходят к царю и приносят ему подарок на аудиенцию царя, то царя убеждают, Ваше Величество, вы возьмите этот подарок, а у нас же всё есть. Какой в этом смысл? Вот здесь вот незаметно, незаметно, незаметно Яков меняет подход. У меня всё есть, а у тебя нет. Возьми, возьми, не бойся. Возьми, возьми. Почему? Может быть, он здесь переиграл, может быть, сейчас Исавс похватится? Нет. С одной стороны, Якову действительно важно, очень важно, чтобы Исав принял подарок. Потому что действительно то, что Исав подозревал, оно так и есть. Яков хочет здесь установить окончательно, поставить все точки над «и», чтобы было ясно и понятно, что проход его, что Исав признался и подписался, и отказался, вынимается. Никаких претензий, материальных претензий не имею, не только материальных, любых других. Он видит, что Исав опасается этому, но он видит и другое, что Исаву на самом деле хочется взять этот подарок. В душе Исаву происходит борьба. Богатые дары, их ему хочется. Но он понимает, что ему нельзя их брать. Очень хочется, но никак нельзя. Поэтому он всё время отказывает. Если у меня много, не надо, оставь себе. Но вместе с тем, что он очень и очень не хочется, но с другой стороны, он видит, что рука уже протягивается, чтобы получить. Он говорит, не надо, не надо, не надо, не надо, но рука-то уже тянется. Поэтому он не боится здесь Яков. Поэтому он сейчас вдруг ставит, он оттуда говорит, ты возьми, возьми, у меня всё есть. У тебя не всё есть. Ты нуждаешься, я нет. Бери, бери. То есть, Исав, только дайте Исаву возможность получить этот подарок так, чтобы это выглядело красиво, он его возьмёт и погореть на этом. В этом Яков уверен. И в тот момент, когда он ему говорит перед этим красивые слова, прими же моё приношение, ибо я видел лицо твоё, как видел лицо ангела, и ты был благосклонен ко мне. Пожалуйста, возьми моё благословение. Если только это будет обёрнуто в такие красивые слова, Исав не устоит, и он возьмёт. Возьмёт – это значит, что он расписался. Расписался в том, что благословение и правородство принадлежит на самом деле его брату. Так дополняют друг друга здесь Пшат и Драш. Читаем дальше. «И сказал», это уже слова Исава, «двинемся и пойдём, я пойду наравне с тобой. Давайте вместе. Мы с тобой, ты да я да мы с тобой». Но вот сказал он, господин мой знает, что мои дети нежные, а мелкий и крупный скот у меня тоже дойный, и стоит лишь один день гнать их, как помрёт весь скот. Пусть мой господин пройдёт перед своим рабом, а я продолжу двигаться медленно, сообразно с ходом моего скота и сообразно с шагом детей, пока не приду к моему господину в Сеир. Прежде всего, Яков отказывается идти вместе с ним. Идти вместе с Исавом, соседство с Исавом – это беда не меньше, чем столкновение с Исавом. Подальше от него, подальше, 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 подальше. Как можно дальше? И поэтому он ему объясняет, смотри, ты идёшь налегке, а я не могу, я должен двигаться медленно, медленно. Ну, что я буду тебя задерживать? Ты иди, иди вперёд. А я, как он говорит здесь, буду двигаться медленно, сообразно с ходом моего скота, сообразным шагом детей, пока не приду к моему господину в Сеир. Ведь мы знаем, что никогда Яков не пришёл к нему в Сеир. Он отправится к своему отцу, да, но в Сеир, район Южного Негива, он никогда не придёт. Раши говорит, он продлил свой путь, т.е. назвал Исаву более отдалённую точку в качестве цели своего пути. Ну, и там, там, там. Ведь он умирался дойти только до Суккот, а до Сеира не собирался. Он подумал так, что если он захочет причинить мне зло, может быть, сейчас он размяк, сейчас он как-то бросился мне на шею, расцеловал, а поди знаю, может быть, завтра он передумает. Поэтому будешь ждать моего прихода к нему, я ему скажу, что я иду там до конечной остановки, там, там мы с тобой встретимся до конечной остановки, я не поеду, я сойду значительно раньше. Так он не пошёл в Сеир. Что ж, получается, что он соврал? Ну, вообще-то для спасения жизни, безусловно, можно и соврать. Вне всякого сомнения, это для сохранения мирных отношений даже можно врать. В нашем мудреце говорят больше того, и рашистец. Это приводит, что это не было совсем неправдой. А когда он придёт? Придёт рано или поздно, в Нимаших. Как сказано у пророка, «И взойдут избавленные на горе Цион для того, чтобы судить гору Исава». Гора Исава, она и есть гора Сеир, то самое место, которое получил Исав в наследие. Так говорит пророк Увадья, это ещё будет, это ещё впереди, Яаков ещё придёт на гору Сеир, но совершенно уже другими намерениями, не для того, чтобы погостить у своего брата. Харамбан объясняет это иначе. Пирс Харамбан так. Яаков находится на пути обратно в свою землю, и этот путь проходил через землю Сеир, но сейчас он идёт к себе в дом отца. Исав говорит ему, я пойду наравне с тобой, чтобы не расставаться с ним, пока тот не вернётся к отцу, чтобы оказать ему почёт, придя, навестя, когда он навестит его дома. А Яаков говорит ему, я пойду медленно, как могу, а вот господин мой пусть вернётся в город, в котором он властвует, а вот если я пойду обратно через его город, вот тогда он может оказать мне и почести. То есть он не обещал ему, он не соврал, он не обещал ему прийти в Сеир, он сказал, что сейчас, сейчас я иду медленно-медленно, и я пойду к отцу, а на обратном пути, если так получится, что я пойду через твой город, ну, тогда ты сможешь меня и встретить, оказать мне какой угодно приём, но обещания не было. А наши учителя говорят, кроме этого, что Яаков не собирался возвращаться в Сеир, и он только вернётся в эпоху Машиеха, когда сказано, поднимутся спасшиеся на горе Сиона судить гору Исава. То есть те, которые спасутся на горе Сиона, придут судить гору Исава. Дальше сказано в тексте, и сказал Исав, так позволь мне оставить с тобой некоторых из людей, которые со мной. Но он сказал, к чему это? Не надо, не надо, не представляй никого больше. Только бы мне найти милость твоей, господин, не представляй никого, не надо никаких сопровождающих лиц, я пройду сам. Говорит Рамбан, здесь у нас есть Масе, вот, Симан, Лебаним. Снова действия, тияния отцов, знак их потомок. Говорит Рамбан так, что наши мудрецы хорошо понимали, что это глава, по которой, это как учебник, по которому следует строить свои отношения с Исавом и с его потомками. Для мудрецов это было очень-очень актуально, ибо жили они под властью Римской империи, в которой видели потомков и наследников Исава. И поэтому, говорят, приводят наши мудрецы, они видели здесь, пишет Рамбан, дополнительный совет. Рассказывая о том, как Раби Янай, отправляясь к царю, когда Раби Янай должен был отправиться в Рим для того, чтобы хлопотать у властей по поводу еврейских дел, он всегда читал эту главу, всегда перечитывал эту главу, хотя, безусловно, знал ее наизусть, но еще раз перечитывал ее глубоко для того, чтобы понять и настроиться на правильный контакт с Римлянами. Ну, и среди всего прочего, никогда не брал с собой Римлян в качестве сопровождающих людей, они его никогда не провожали. Так здесь Яков отказался от любого конвоя, от любых провожающих. Один раз написано Раби Янай, не прочитал, очевидно, он очень спешил, не прочитал эту главу, и когда на обратном пути Римляне предложили ему дать ему конвой, чтобы охранял его, чтобы довез его обратно домой, то он не отказался. и не успел он доехать до дому, как они отобрали, как Римлян ограбили его, отобрали у него осла, отобрали у него одежду, и пришел он ни с чем. То есть, говорит Рамбан, наши мудрецы видят здесь конкретные практические советы во всей этой главе, каким образом мы должны строить свои отношения с Эйсавом и его наследниками. Все в самых мелких деталях. И одна из этих деталей в конце провожающих собой, если можно, вы здесь, мы там, как можно подальше друг от друга, не идти вместе, не быть наравне. Ты впереди, а я сзади потихонечку, 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 пока не приду на гору Сеир.